Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это мой проект «Использовать по максимуму». В этом проекте я отобрала несколько средств, которые планирую использовать до конца этого года. Возможно, мне придется поменять кое-какие средства в связи с сезонностью в середине этого проекта, то есть в середине года. Прежде всего, сюда войдут те средства, которые я использую с удовольствием, мне они нравятся, они прекрасно сочетаются друг с другом, но и, конечно же, я не хочу, чтобы их срок годности закончился еще до того, как я использую их до конца. Также параллельно я буду вести проект «Косметичка месяца», в котором будут собраны средства, так сказать, импровизации. И каждый месяц эта косметичка будет немного видоизменяться, и именно в нее сейчас идет голосование моих любимых зрителей за кремовые тени и за сухие тени однушки. Если вы еще не проголосовали, пожалуйста, сделайте это до 5 января, включительно, весь день. Вы можете выбрать 3 цвета кремовых текстур, а также 3 сухие тени однушки. Я буду делиться своим прогрессом примерно раз в 2-3 недели, именно по проекту использовать по максимуму. Итак, первые 3 продукта, которые я отобрала для сегодняшнего проекта. Что я хотела бы закончить до конца, что открыто у меня уже довольно долго, это кремовые текстуры, и, как вы знаете, вне зависимости от того, какой срок указан на упаковке, когда вы открыли кремовую текстуру, ее часики начинают тикать. Поэтому лучше бы, конечно, их использовать до конца и побыстрее. Это кафе красоты, вот такая увлажняющая сыворотка для лица, дневной уход, премакияж. Поскольку сыворотка бюджетная, здесь нет мелкомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая работает на глубоких уровнях, поэтому этой сыворотки мне не будет достаточно, чтобы на целый день увлажнить лицо, она будет работать только внешне. То есть крупные молекулки сидят сверху и притягивают к себе воду, образуя гель. Ну а под кремом каким-то дневным, либо какой-то увлажняющей базой, она работает замечательно, поскольку она впитывается полностью. Сыворотка эта практически полная, может быть, 2-3 раза я ей всего лишь воспользовалась, но ее здесь много, целых 50 мл. Через 2-3 недели посмотрим, сколько мне удалось использовать. И еще одна сыворотка уже для области вокруг глаз. Это Натура Сибирика лифтинг-сыворотка для век анти-эйдж. Я не могу сказать, что тут какой-то анти-эйдж, прям супер-супер подтягивающий. Нет, такого я не заметила. Это также очень бюджетная, как вы знаете, косметика. Я обожаю средства с помпами. Правда, когда они ломаются, это не очень приятно, но с другой стороны, туда, конечно же, не проникает воздух, и поэтому эти сыворотки живут дольше. Хотя здесь еще не заканчивается срок годности, но я открыла ее уже довольно давно, носила ее в фитнес-клуб. В общем, она у меня жила и в сумочке, то в одной, то в другой. Была таким кочевником, поэтому сейчас я уже хочу ее закончить. Здесь 30 мл, и по моим ощущениям, здесь осталось примерно 2 трети. Перед нанесением макияжа эти две сыворотки у меня будут идти в тандеме. Одна под глаза, другая на лицо. Крем под глаза Виши Идеалия. Тот самый крем, который многие восхищаются. Да, действительно, он дает такой легкий перламутровый отцвет под глазами, что очень приятно, особенно если у вас есть какие-то синячки, особенно если какая-то возрастная кожа, то есть это не прям такой яркий перламутр, морщинки он не подсвечивает. В общем, он дает такой приятный эффект. У него, как вы видите, такой очень интересный носик, но из него очень тяжело выдавливать что-то, не очень удобно. Так и не нашла я, к сожалению, к нему подхода. Вообще, с Виши у меня как-то не очень сложились отношения. Считаю, что вот этот люминесцентный легкий такой вот оттенок в этом креме абсолютно бесполезный, если потом его перекрыть тональным средством. Просто он настолько легкий, он не дает большого какого-то результата, то есть это не хайлайтер. Его все равно не видно. То есть это просто для меня как хорошее увлажняющее средство. Кстати, если нанести его много, он будет скатываться под макияжем. Вот не знаю, стоит ли в дальнейшем покупать вот такие вот дорогие средства. Я бы вам его не советовала. Здесь его осталось у меня примерно половина, но может быть чуть-чуть-чуть-чуть больше, чем половина. Я обязательно буду ставить все отметочки и потом с вами посмотрим, ну, скажем, через 2-3 недели, что в итоге от него останется. Удастся ли мне к нему как-то приноровиться. И теперь крем на все лицо, который я бы хотела уже тоже использовать. Он тоже с помпой. Замечательно. Это мне очень нравится. Это Диваж. Косметику я эту люблю. Я не рассматриваю ее как что-то антивозрастное. В основном бюджетное средство я рассматриваю как неплохие увлажнители. Здесь нет никакого SPF, Professional Skin Care. Не могу сказать, что Professional, но, что здорово, этот крем не скатывается под макияжем. Вот прям замечательно. Он ложится очень тонким слоем, приятно разносится, очень здорово впитывается. Таким образом, вот эти два средства я буду наносить на сыворотку, ждать, когда они впитаются, и уже потом буду наносить тональное средство. Если вы помните, в прошлом проекте использовать по максимуму у меня было 28 доз сывороток, и все они прекрасно ушли. Это были корейские средства. Если бы я не внесла их в тот самый проект, то они бы до сих пор у меня лежали. Сейчас я хотела бы взять 5 вот таких вот сывороток. Все они по 10 мл. То есть, в итоге у меня сывороток этих увлажняющих будет целых 50 мл. Это как полный размер. Заказывала я их на сайте Алиэкспресс, поскольку я их уже использовала. И в качестве наполнения для патчей. Кстати, кто не знает, как это делается, как возродить патчи, смотрите, пожалуйста, оставлю вам вот здесь ссылочку. И в качестве увлажнителя. Мне они нравятся. Можно использовать как вечером, так и утром, перед макияжем. Я тоже беру в свой проект, иначе они просто так и будут у меня лежать. Вот таким вот мертвым грузом. А поскольку я уже протестировала, мне они понравились. Вечи хорошие, их нужно использовать. Перед нанесением основного тона я делаю небольшую цветовую коррекцию, если это требуется. И у меня давным-давно уже открыт вот такой замечательный корректор. Он кремовый, он хороший. И именно вот сейчас, в холодное время, он будет лучше подходить, потому что, когда жарко, он, конечно, подсползает. Это вот такого фисташкового зеленого цвета. Color Correcting от Essence. Я думаю, все вы знаете эти средства. Рассказывать вам подробно о них нет смысла. Он не дает очень плотного перекрытия красноты. Но, в принципе, хватает для того, чтобы потом сверху на него нанести тон. И какая-то краснота на лице, например, на крыльях носа или где-то на подбородке не просвечилась сквозь тональное средство, которое я, честно говоря, не люблю наносить очень плотным слоем. Так что добавляю его в этот проект. В принципе, он у меня практически новый. То есть, ну, может быть, несколько раз я им пользовалась. Сейчас планирую использовать его каждый день перед нанесением макияжа. Следующее потрясающее средство, которое я всем вам уже советовала, это Skin Food Circle Concealer. Кругленький вот такая баночка. Он из замечательного лососевого оттенка, который прекрасно перекрывает синяки под глазами. Какую-то часть я уже использовала сама. И немного я отложила для дочки. Она также подскрывает синячки. Причем у него настолько деликатный цвет, что сверху иногда он даже и не требует никакой корректировки тональным средством. Что очень удобно. То есть, его можно наносить просто без тона. И его не видно. То есть, он не смотрится каким-то желтым оттенком под глазами. Очень советую вам его попробовать. Он продается на iHerb. Очень, кстати, бюджетное средство. Объем здесь довольно большой. Я даже не представляю, удастся ли мне израсходовать его до конца года. Поскольку мои венки под глазами всегда светятся с детства. И никуда они не денутся, к сожалению, от меня. Использовать я его буду долго и упорно и постоянно. Теперь корректор каких-то несовершенств. Тоже иногда бывает. Так что все равно какие-то венки просвечиваются. Все равно какая-то краснота откуда-то где-то проступает. Кожа у меня чувствительная. Нет никаких прыщей. Ну, редко-редко, если какое-то только раздражение может быть. Кстати, как избавиться от прыщей и угрей. Смотрите, пожалуйста, у меня есть видео об этом. В качестве такого вот матирования на зону Т я наношу вот этот вот консилер. Когда я начинала вести канал, я его приобретала. Это где-то полгода назад. Он у меня уже открыт. Как вы видите, да, еще его довольно много осталось. Больше половины. Буду ставить какие-то, вероятно, отметочки. Делать фотографии. Потом сравнивать. Так что сейчас он у меня был незаслуженно забыт. Я возвращаю его в свое постоянное использование. Вот такой чудесный консилер от Эльф. Заказывала его так же, как и SkinFood на iHerb. Прекрасный, кремовый. Уже хайлайтер у меня закончился. Потому что я добавляла его регулярно в тональное средство. Которое тоже у меня в прошлом проекте закончилось. Так что сегодня будет новое средство. Такой вот розоватый слегка оттенок. Правильно имеет. Но он такой кремовый. Очень жиденький. Он прям растекается. Не видно, сколько его там. Но я подозреваю, что его даже меньше половины. Потому что я довольно активно им пользуюсь. Всегда, когда наношу макияж, я наношу его под глаза. У меня, например, он не скатывается. Если я не кладу тональное средство под глаза. Чего я в последнее время не стараюсь не делать. То вот этот консилер сам по себе не скатывается. И, кстати, он не сушит кожу под глазами, что приятно. Движемся по логической цепочке. Теперь будет тональное средство. Я выбрала новое. Потому что предыдущее, как я уже сказала, у меня закончилось. И это будет кушен от Ифраше. Достался он мне в какой-то из коробочек красоты. Но, к сожалению, он мне не подошел по оттенку. Мне пришлось его разбавить специальными осветляющими капельками. Теперь он прекрасно работает у меня на коже. Он не дает очень плотного покрытия. Сейчас, кстати, он у меня на лице в качестве основного тона. Вообще, я лечу все кушеные, если мне что-то не подходит. Просто вынимаю губку, доливаю то средство, которое мне больше подходит. Для того, чтобы использование было более гигиеничным, именно вот такого средства, как кушен, я использую вот такие вот губочки от Деко. Покупаю их в подружке. Такой корейский бренд, который делает кисти и спонжи для макияжа. Очень хорошие, кстати, спонжики, прекрасно моются. Не менее 15 грамм здесь сейчас содержится. Он абсолютно полный. Я даже думаю, больше, потому что я сюда добавляла средства. Сейчас мне нужно им активно-активно пользоваться, потому что к середине 2018 года уже подходит срок годности его. Следующий продукт, который остался у меня еще с прошлого проекта, как вы видите, его совсем осталось немного. Буквально вот кусочек на стеночке. Далее в мой проект, естественно, войдет уже новое средство, но об этом в следующем видео. Сейчас этот бронзер от Everline будет работать у меня до конца. Сейчас он у меня на лице. Мне очень-очень нравится из-за того, что я спрессовала его, как я уже вам говорила, да, с перламутровой пудрой. Но просто он у меня разбился. Видите, как коробочка прям снимается слишком легко. Берегите это средство, если вы его приобрели. У меня он в номере Glamdac 57. Это средство было поделено вот так пополам. То есть, с одной стороны была пудра, и с другой стороны был бронзер. Это, кстати, неплохой способ. И если у вас никак не идет бронзер, он кажется вам слишком таким явно рыжим каким-то, может быть, не очень подходящим, попробуйте добавить в него немного перламутровой пудры, которая есть у вас спрессовать. Благодаря вот этой перламутровости он дает такой холеный отцвет. Очень приятная такая здоровая кожа. Так что да, сейчас я буду использовать его до конца, кстати, с удовольствием. Еще одно средство, тоже из прошлого проекта. Это средство Демни, это тени в номере 714 с витамином Е. Здесь 4,5 грамма, кто не знает, обратите внимание, очень бюджетная немецкая хорошая косметика. И довольно большие вот такие вот тени, не более 100 рублей они стоят. Можно их приобрести онлайн совершенно без проблем. Серо-коричневый, очень правильный оттенок. Можно в складочку века, но для меня они холодноваты по тону. Я немножко такая устала какая-то, становлюсь вот с этим цветом на глазах. Но в качестве скульптора он замечательный, именно вот этот оттенок. Сейчас вы, может быть, его даже не заметите. Я буквально каплю его наношу чуть-чуть, но расход у него довольно приличный. То есть я думала, что это средство нескончаемое. Но нет, действительно, в нем образовалась вот за прошлый проект уже какая-то ямочка. И сейчас я стараюсь его уже добить до конца. Также это средство прекрасно подойдет для заполнения бровей. В качестве пудры, закрепляющей пудры и пудры на периферию лица я по-прежнему буду использовать шарики от Guerlain, которые я разложила на две коробочки. Коробочки из-под маски будут корректирующего оттенка шарики. Фиолетовые, белые и зеленые. Почему-то зеленых я уже вам показывала, да, осталось мало. В основном фиолетовые. Не знаю, возможно, зеленые меньше спрессованы, поэтому они быстрее расходуются. Они немножко сатиновые, но в основном они слегка матируют лицо. Я не люблю сильно матовое лицо. У меня сухая довольно кожа, поэтому я ее не люблю пересушивать еще больше. И не люблю такие плотные какие-то слои макияжа, сушащие пудры. Пудра остается у меня. Ее осталось уже очень немного, всего лишь несколько шариков, но они довольно экономичные. Даже не знаю, когда она у меня закончится. Вот мы с вами заодно и посмотрим вместе. И Метеорита от Guerlain буду использовать на всю периферию лица. У меня они в таком бронзирующем немножко оттенке. Бежеватый явно отлив, такой даже коричневатый, я бы сказала. Поэтому на периферии лица отлично, сверху уже как финишную пудру замечательно. Все розовые шарики я из этой пудры вынула и переложила в румяна от Avon. Получился очень красивый ягодный цвет, который я использую и в качестве теней. Кстати, сейчас у меня они в складочке века, такой вот розовый ягодный оттенок и как румяна. Ну, как румяна совсем буквально чуть-чуть. Я думала, что это вообще не какой-то несносный продукт, но его возможно использовать действительно, потому что здесь было очень много раздавленных шариков. И сейчас, как вы видите, уже осталось совсем немножко, вот буквально кусочек только один. И они действительно как-то двигаются у меня, чему я очень-очень рада. В качестве основных румян и таких розовых оттенков в складочку века они остаются в моем проекте. В качестве базы под тени я буду использовать кремовые тени от Belle. Бюджетная польская косметика, мне они очень нравятся. Я их слегка подлечивала маслом, теперь они имеют такую очень приятную масляную текстуру. Кто не знает, как это делается, посмотрите мое видео. Уж простите, но поскольку у меня есть новые зрители, некоторую информацию я для них буду повторять. Тени эти очень хорошие, кремовые, у них уже наметилась такая вот выемка, что меня не может не радовать. Они в тоне номер 0,1, здесь 4,8 грамма. Использую я их сейчас каждый раз, когда наношу какие-то тени на глаза. Потом, естественно, их перекрываю еще сухой текстурой под цвет кожи. На них тени у меня не скатываются, держатся целый день, в любую погоду абсолютно, и в дождь, и в снег. Серия это хипоаллергеник, но я думаю, что поскольку они очень здорово застывают на веках, они также будут прекрасно работать и в теплое время года. И оставляю свою палеточку от Avon. Эта палетка в цвете Moco Latte одна из самых удачных от Avon. Здесь действительно очень носибельные цвета. Темно-коричневый цвет матовый подходит как для подводки, так и для уголка глаза. И точно так же им можно для брюнеток заполнять брови. Более светло-коричневый такой уходящий в оливковый прекрасно подходит для бровей в складочку века. Светлый, как вы видите, у меня уже практически закончился, потому что я наносила его на все века. А бронзовый сейчас у меня на глазах. Сейчас у меня на глазах вся палетка этих теней, и вот как база тени от Belle кремовой. Светлого цвета осталось немного, он основной. У меня больше всего используется, поэтому как только он закончится, я буду брать ему, вероятно, что-то на замену и поставлю вас в известность, расскажу вам, что я взяла. Продукт от Essence, тени в номере 19, перламутровые, тенок шампанского. Чудесные тени, идут как хайлайтер, идут как подложка под какие-то тени, идут как основные тени. В общем, все варианты. Я думала, что тоже они вообще какие-то нескончаемые, но, как вы видите, нет. В моем проекте мне удалось добиться какого-то результата хорошего, хотя брала я их новенькими, и вот сейчас я хочу продолжить их использовать в течение всего года. Не знаю, давайте посмотрим, насколько мне их хватит. Продукты для глаз и бровей, гель от Luxe Visage, я также буду использовать до конца, и буду закреплять им брови. Не могу сказать, к сожалению, ничего хорошего об этом геле, он очень слабо закрепляет. Непослушный бровь, он, конечно же, не закрепляет вообще никак, но из-за того, что он окрасился, он дает какой-то странный отцвет на бровях очень часто. Его нужно очень-очень тонко наносить, что не очень получается, поскольку у него кисточка, на которую налипает масса продукта. В общем, с ним нужно поплясать, потанцевать, поскольку уже достигла определенного прогресса. Три четверти закончились. Вот какой-то хвостик там внизу остался, и нужно использовать до конца, и дальше я с удовольствием буду уже использовать другой гель, который у меня есть в запасе. Два средства для ресниц. Это бустер от Everline. Использую сейчас его каждый день, и в том числе на ночь. Ставлю эксперимент, действительно ли это средство увеличивает рост ресниц. Пока ничего особенного не заметила. Муж веселится, у меня по образованию физик-химик, говорит, что бессмысленно наносить на ресницы, нужно именно на корни, но посмотрим. Также использую его как базу, который дает определенный объем. Под тушь. Тушь у меня от Essence. Буду использовать ее до конца. Одна из самых стареньких тушь у меня от Essence. Get Big Lashes. В принципе, она не делает ничего особенного без вот этой базы. С базой она дает, ну, хоть какой-то объем и какую-то небольшую длину. Поэтому сейчас вместе в паре они будут у меня работать, пока не закончатся один и второй. Остается со мной мой маленький многострадальный карандашик от L'Etoile. Он вот в таком металлическом немножко оттенке. Какао, коричневый. Я делаю довольно часто нюдовые макияжи. Он сейчас уже не очень хорошо рисует. Хочу уже избавиться хотя бы от одного из моей коллекции карандашей, потому что с удивлением, проведя ревизию своей косметики, я обнаружила, что у меня два таких карандаша. Один практически новый. То есть мне сейчас просто активно нужно им пользоваться. Ну и дальше какой-то прогресс мы с вами недели через 2-3 в этом проекте посмотрим. И это плампер. У него очень приятный аромат. Аромат пряника коричневого. Здесь действительно есть корица. Его необходимо наносить перед макияжем. Чуть-чуть пощипывает, немного кровь приливает. Но как бы должен увеличивать объем губ. Но на самом деле совсем чуть-чуть. Он такой дает эффект. Его у меня осталось меньше половины. Я думаю, что я его довольно быстро использую, если не буду забывать наносить на губы перед макияжем в качестве такого вот увлажняющего средства. С другой стороны у него корректор. Это можно как базу под тени, как базу под помаду и как корректор. Но, честно говоря, для меня он суховат во всех вариантах. Поэтому его я в проект не беру. Пока использовать его не буду. Не знаю. Возможно, у меня кто-то его заберет. У кого более жирная кожа, у меня все-таки склонная к сухости. Плампер остается в моем проекте. Буду его использовать до конца. Он очень приятный. Остается в моем проекте карандаш от Luxe Visage в тоне 46. У меня таких два, поэтому хотя бы один нужно использовать. Но, с другой стороны, он очень хорошего, правильного, такого розового оттенка, который подходит под многие-многие розовые, такие более нюдовые, припыленные помады. Продлевает стойкость макияжа. Еще один карандаш. И поговорим про помады. Это транспарентный карандаш от Divash. Я получила второй вот такой карандаш. Один у меня уже был. Я его приобретала сама в коробочке красоты. Их два. Я хочу хотя бы один из них включить в проект свой сейчас, чтобы использовать активно. Эти карандаши хороши, если нанести их на контур губ, либо полностью заштриховать все губы. Если ваши помады страдают растеканием, то вот такие карандашики вам помогут спастись на какое-то, по крайней мере, время, если вы обведете им губы. Он абсолютно прозрачный, восковый такой. Никакого аромата он, кроме дерева, в который он вставлен, совершенно не имеет. Он абсолютно новый. Поскольку в моем проекте есть яркие помады, которые я сейчас вам покажу, я включаю его в свой проект. Он мне пригодится. Ну, а вот, собственно, яркие помады, про которые я вам говорила. И сейчас одна из них у меня на губах. Это такие вот рефилы. В прошлом проекте они у меня также были, но для тех, кто не видел мой проект, я повторяю, показываю. Это Chanel Rouge Allure серия. И 99 номера, 102, 104 и 97. Это все вариации красного. У меня на губах 102 номер. И положила я его вот на такой карандаш, который также беру в этот проект. Он у меня один. Вот такой красный карандаш, он подходит идеально под все эти помады. Это карандаш Golden Rose номер 513. Им я заштриховываю вначале все губы и только потом уже накладываю вот такие кремовые помады. Я люблю, когда губы увлажнены, но мне не очень нравится, когда все это уползает куда-то с моих губ. Ну, и также не хочется пугать вас красными кровавыми вампирскими зубами, да, поэтому я все-таки стараюсь наносить кремовые помады только вот вокруг. На слизистую не наношу. А все губы заштриховываю таким красным карандашом. И это продлевает стойкость макияжа. Не знаю, честно говоря, насколько мне хватит вот этих пробников. Они очень медленно как-то так используются. Я не хотела бы, чтобы Chanel у меня испортилась, честно говоря. Да, у меня есть еще помады полноразмерные от Chanel, но и даже это не хотелось бы выкидывать. Это было в подарок за приобретение какой-то продукции Chanel. Мне нравятся эти помады, они увлажняющие, поэтому я бы не хотела, чтобы они пропали просто так. И я их сейчас буду активно использовать. Вот с этим карандашом. Две помады, которые остались у меня с прошлого проекта. И там, и там, как вы видите, осталось вот просто капелюсечка, совсем немного. Dior. Это номер 312. Rouge Dior серия. Подсушивает немножко у меня губы, поэтому могу его использовать исключительно на увлажняющую какую-то помадку. Цвет полупрозрачный, чуть-чуть шиммерный, нестойкий. Поэтому, как дневная такая повседневная помада, будет лежать в моей сумочке. И посмотрим, за какой период я смогу ее использовать все-таки до конца. Что касается Divash Pralineate, этот цвет, вы у меня про него несколько раз спрашивали, потому что он действительно волшебно-розовый. Очень приятная текстура у этой помады. Просто потрясающе кремовая. Вот прям действительно, как крем увлажняющий. И причем она неплохо держится, да. Она еще имеет приятный такой сладкий аромат, как конфетка. Мне вообще нравится помада Divash. Я очень люблю. Две эти помады сейчас я кладу в свою сумочку и буду постоянно их носить с собой для того, чтобы поправлять макияж в зависимости от того тона, который я выбрала с утра. Ношу в проект три блеска. Один может работать как самостоятельно, как помада. Lovers от Everline. Плотный такой красивый нюдовый оттенок. Color Gloss Stay Effect. Устойчивый блеск для губ. Мне он нравится. Использовала я, может быть, одну треть. Иногда ношу его с собой в сумочке. Буду дальше им пользоваться. Блеск от этого номера 608. И два блеска практически бесцветных. Один совершенно бесцветный от Rimmel. Oh My Gloss называется серия. Crystal Clear. 800 номер. То есть он был абсолютно прозрачным. Чуть-чуть у меня окрасился, как вы видите, от цвета помады. На который я сверху его наносила. Иногда я наношу его в качестве гигиенической помадки. Он прекрасно увлажняет. Как вы видите, осталось чуть-чуть больше половины в этом блеске. Но иногда я наношу его в качестве увлажнителя на какую-то такую суховатую помаду. И, кстати, вполне возможно, что на помаду Dior мне придется наносить вот этот увлажняющий блеск для губ. Для того, чтобы она мне не сушила губы. Следующий блеск для губ от корейского производителя Limony. Как вы знаете, они довольно активно вышли на российский рынок. У них есть много магазинов. Недешевый, я бы так сказала, блеск для губ. Прозрачный абсолютно. Он не дает какого-то яркого цвета на губах. Но он приятно увлажняет. Аромат кислой конфетки. Какой-то типа барбариса. Мне нравится. То есть когда у меня губы сухие, я, в принципе, могу нанести его почти на любую помаду. Потому что он такой полупрозрачный. Чуть меньше половины у меня его осталось. Тоже буду его использовать до конца. И еще один продукт для губ. Прекрасно увлажняет губы. Это вот такой скраб от Elf. Я показывала вам его. Он в прошлом у меня проекте тоже был. Он настолько вкусный, что правда хочется его съесть. Он состоит из сахара и корицы. То есть чем-то рублей на iHerb стоит вообще не деньги. Но активно я его довольно использовала. Примерно одну треть уже у меня ушла. Вот сейчас с этого момента я продолжаю его использовать. Буду использовать до конца. Мы с вами подошли к последнему продукту в моем проекте. Это закрепляющий спрей. Вот такой вот. Ну, я его использую как закрепитель. У него довольно много функций. Он может увлажнять, снимать раздражение. Потому что это 100% гель алоэ. Вполне возможно. Я так думаю, что когда он закончится, туда можно будет переложить. Не могу сказать перелить. Потому что это вообще никуда не колышется. Ни в какую сторону. Это гель. Именно такой густой. Обычный гель алоэ, который продается в банках. Возможно, я еще не пробовала, но он, наверное, так же будет пшикать, как и этот. То есть, он действительно дает в результате воду. Вот смотрите. Ой, ребята, это так приятно. Такое приятное охлаждение. Очень приятный аромат. И такое, знаете, ощущение увлажненности на лице. Как вы видите, капель, в общем, как таковых, огромных не видно. Прибивает как бы пудру. Если вы чуть-чуть перепудрились. Или вообще хотите склеить все слои, чтобы это все никуда не двигалось. Особенно здорово в теплое время. То есть, когда вы нанесли какой-то крем тональный, потом слегка припудрились. И если вот этим вы закрепите, оно уже никуда не будет двигаться. Вещь полезная. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа какая-то аллергичная. У кого часто бывает раздражение на коже, он еще снимает раздражение. То есть, его можно нанести и перед макияжем, и после макияжа. Я в основном наношу после макияжа. Как вы видите, у меня его осталось, ну вот, одна треть. Я ставлю себе отметочку. И далее мы с вами уже в финале посмотрим, сколько же необходимо времени для того, чтобы вот такие вот продукты заканчивались. Практически это проект минимализма. Выбранные мной продукты будут использоваться по максимуму. В итоге в конце года я должна буду закончить все эти продукты. Ну, по крайней мере, я так запланировала. Если не случится каких-то замен по объективным причинам, я не отношу себя к людям, которые готовы мучиться ради каких-то идей и пользоваться тем, что не нравится. Сейчас в моем проекте только то, что мне действительно нравится, от чего я получаю удовольствие, что я действительно хочу использовать до конца. Итак, хочу напомнить вам, что до сих пор идет голосование за кремовые тени и за сухие тени от днушки. Пожалуйста, побыстрее выберите мне их для моего проекта «Косметичка месяца». И весь месяц следующий я буду использовать только те средства, которые мы с вами выберем в эту косметичку. Но еще, естественно, плюс вот эти, которые я только что показала вам. Из проекта использовать по максимуму. Естественно, макияжи, которые будут у меня получаться, я буду показывать и вам. Я знаю, что вам понравился прошлый макияж с синий-коричневый, для вас он был немножко необычным, вы просили сделать меня в видео. В итоге, наверное, я запишу это видео в течение какого-то времени. Сейчас я готова к экспериментам с выбранной вами и мной косметикой в эти два проекта. Надеюсь, это видео каким-то образом подняло вам настроение. И даже если вы женщина-ученый, то совершенно необязательно концентрироваться только на работе. Иногда полезно и позаниматься косметическими экспериментами. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете всегда. Пока!